Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые студенты, уважаемые члены Президиума. С вашего позволения мы все начинаем с вами сегодняшнюю конференцию. Я единственное попрошу вас побыстрее рассажимся. Напомню, что у нас началась прямая трансляция в интернете, которая будет вещать ход нашей информационной конференции в сети интернет. Я хотел бы напомнить, что тема сегодняшней конференции звучит так. Современные вызовы и угрозы, проблемы и пути их решения. На сегодняшней конференции мы с вами рассмотрим вопросы, касающиеся противодействия распространению наркомании и идеологии экстремизма. Я более того могу вам сказать, что это не первая конференция. Совместно с Главным управлением по контролю и сбору наркотиков МВД России мы проводим уже неоднократно серию таких конференций и интернет-уроков, в которых мы подводим итоги и обобщаем то, что сделано совместно с волонтерами и в том числе с студентами нашей волонтерской организации «Здоровая инициатива». Напоминаю, может быть даже кто-то не знает, что с Главным управлением по контролю и сбору наркотиков «Здоровая инициатива» подписала такую совместную дорожную карту, в которой мы распланировали мероприятия, которые в течение года вместе проводим. Эти мероприятия направлены на популяризацию здорового образа жизни, сделать так, чтобы здоровье это модно было, и профилактику таких негативных отклонений, как наркомания. Я вам представлю наш рабочий президиум, который сегодня будет вести нашу конференцию. Анатолий Анатольевич Юрков, проектор по безопасности Московского социально-технического университета имени Баумана. Прошу приветствовать. Сотников Сергей Александрович, заместитель начальника Главного управления по контролю и забору наркотиков МВД России, действительный государств-советник третьего класса. Михайлов Александр Георгиевич, руководитель Центрального исполкома Общероссийской общественной организации «ФЦР России», генерал-лейтенант полицейского. Смульский Сергей Владимирович, заместитель руководителя Центрального исполкома Общероссийского движения «За реальные дела». Таким образом, мы сегодня с вами начинаем нашу конференцию. Слово для открытия представляю Анатолию Анатольевичу Юркову. Анатолий Анатольевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Очень приятно, что мы сегодня в очередной раз проводим конференцию с обозначенной темой. Она не первая, и это знаково, что все-таки площадка Бауманки стала такой активной рабочей площадкой для обсуждения серьезных, знакоопределяющих вещей для вообще развития гражданского общества в нашей стране на сегодняшнем этапе. Проблемы, они не новые, но с каждым днем, а тем более с каждым годом, открываются новые и новые грани этих проблем и соответствующих задач по их решению. Поскольку жизнь не стоит на месте, общество растет в разные стороны, как может быть и в худшую, так и в лучшую. И поэтому тема этой конференции, вот для специалистов она дает возможность обсудить очень важные вопросы, сверить вектора движения, понимание проблемы, выработать какие-то общие подходы к их решению. Но что самое главное видится, что вот эти проблемы обсуждаются совместно и должны обсуждаться совместно с молодежной средой. Поскольку молодежи, подрастающему поколению, сегодня, как видится, необходимо понимать значение тех проблем, очень серьезных, выработать для себя вот на этом этапе своем жизненном пути какой-то уже стойкий иммунитет к различным негативным проявлениям нашей жизни, коими являются в первую очередь наркомания, экстремизм, идеология и терроризм, выработает иммунитет против вот этих всех неприятных вещей, которые в общем-то цель их и следствие их воздействия это разрушение личности и общества, это расшатывание гражданских устоев нашего государства. И в этом, наверное, главная задача нас, как представителей университета, структур правоохранительных, общественных организаций работать в первую очередь, наверное, и в первую очередь для молодежи, воспитывать ее, чтобы вы на следующем этапе своего жизненного пути и профессионального были готовы решать непростые, очень сложные задачи, не имеющие, может быть, какого-то одного решения. И, собственно говоря, решения это не такие простые, и они не лежат в плоскости, так назовем это, площадной демократии, где популистскими решениями и лозунгами предлагается одним взмахом руки, одним движением, одним выходом на площадь решить раз и навсегда проблемы. Наверное, вот хотелось бы и настроить и выступающих на, как бы, чтобы ключевым моментом и красной нитью проходила вот эта мысль, что вы будущая страны, и вы должны понимать, что это такое, как действовать и быть готовы действовать в новых условиях. Я хотел бы пожелать вам восприятия, осмысления того, что вы услышите, ну, а выступающим плодотворной работы и плодотворного общения в рамках нашей конференции. Спасибо. Спасибо, Анатолий Анатольевич. У нас в адрес нашей конференции поступило много обращений, их периодически буду зачитывать. Вот. Хотел бы вам зачитать обращение от президента Лиги Здоровья Нации Лео Антоновича Бакерия. От имени общероссийской общественной организации Лига Здоровья Нации поздравляю вас с началом работы конференции. Современная образовательная среда является важнейшим уникальным фактором формирования не только комплекса знаний, но и основных ценностей и ориентиров подрастающего поколения. Это очень важно, что конференция посвящена вопросам организации антинаркотического движения. Проблема распространения наркотиков среди молодежи приобрела угрожающий характер, недопустимые размеры. Вместе с ростом наркотической субкультуры растут и различные риски для общества, вплоть до экстремистских и террористических угроз. Только объединив усилия в борьбе с этим злом и осознав ответственность за свое собственное здоровье, мы сможем стать здоровой и благополучной нацией. От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия и плодотворной работы. Вы знаете, что мы с Лигой Здоровой Нации проводим очень много интересных оздоровительных мероприятий. Каждое воскресенье на ВДНХ, не мне вам рассказывать, мы проводим такую интересную акцию «10 тысяч шагов к жизни». Уже третий год подряд, мы вчера пытались посчитать, сколько у нас человек прошло за эти три года, но остановились на цифре 4500, потому что это все меняется. Но уже приятно то, что есть люди постоянные, которые всегда с нами. Здоровье – это самое главное, поэтому мы делаем все, чтобы вокруг нас было больше людей адекватных и понимающих, что мотивация здоровой жизни должна быть изнутри. Мы продолжаем тему нашей сегодняшней конференции. Я слово предоставляю Сергею Александровичу Сотнику, заместителю начальника Главного управления по контролю за оборот наркотиков МВД России. Добрый день, уважаемые участники конференции. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов мероприятий и лично руководством ГТУ Мебаума за предоставленную возможность участия в обсуждении столь актуальной темы, как противодействие наркотической субкультуре и ее влиянию на молодежную среду. Актуальность темы состоит в том, что противостояние молодежной субкультурам, пропагандирующим наркопотребление, на сегодняшний день пока еще находится не на должном уровне. Современное медийное пространство является основным источником информации, который охватывает все наше общество. В качестве МВД сегодня может выступить практически любой человек, обладающий телефоном и выходом интернет. Про наркотический контент можно встретить на телевидении, в эфире радиостанции и иных средствах массовой информации, но и особенно, конечно, в сети интернет. Поэтому очень актуальна и представляется деятельность, направленная на защиту населения от информации, распространяемой которым запрещено законом Российской Федерации. Только за последние два года МВД принято 46 тысяч экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим информацию о наркотиках. Всего за указанный период нами рассмотрено свыше 82,5 тысяч электронных обращений. Безусловно, когда речь идет о непосредственной пропаганде наркотиков, нами предпринимаются необходимые меры реагирования, а виновные лица привлекаются к административной ответственности. За последнее время в органах внутренних дел выявлено 539 административных прорушений, предусмотренных статьей 6.13 Кодекса административных прорушений. Но интернет – это только часть медиапространства. Бесспорно, что некоторые виды средств массовой информации, к примеру, телевидение, более востребованы среди взрослых и не так популярны у молодежи. Вместе с тем, неверная подача в телеэфире темы наркотиков, создающая атмосферу иронического отношения к ним и к наркопотребителям, формирует соответствующий морально-психологический климат в семье, что влияет на подростков и их жизненную позицию. К примеру, зачем рассказывать об успешных людях, прямо заявляющих о своем опыте наркопотребления? Почему нужно строить условно-юмористические сюжеты, основанные на эксплуатации темы наркопотребления? Зачем с энтузиазмом объявлять на телевидении о легализации марихуаны в некоторых иностранных государствах, а в журналистских расследованиях давать конкретные адреса международных интернет-площадок? Я предлагаю уважаемому собранию взглянуть на небольшую нарезку из таких видов сюжетов. Пожалуйста. Я поддерживаю. Василий, поддерживаю. А это может отразиться на кухне грузинской? Конечно, ее будут съедать. Кроме того, несколько штатов США тоже полностью легализовали каннабис, несмотря на федеральный запрет. Подробнее о том, что изменилось в этих странах, расскажет мой коллега из диджитал-редакции РТВА. Егор Тишин. Егор, приветствую. Добрый день. Итак, ждем подробностей. Да, сегодня очень важный день для сторонников Леголайза. Я говорю, мы уже вспыхнем? Да можно. Ну тогда я сейчас позвоню своим подружкам, среди которых исключительно муладкие и близняшки. Они приедут, привезут нам бульбуляторы, все, что необходимо. Вы считаете, что марикону надо разрешить? Да, потому что я, например, не хочу пить. Мне не нравится пить. Потому что я, а человек, который курит, он не пойдет, и вот никого по пению не убьет, белки у него не будет. А есть что-нибудь из страны? Да, коноплят на рубли. Она запрещена. Тогда припичем. В России с 2012 года беспрепятственно существует русский подпольный рынок. Но вот как выглядят сейчас видите крупнейшие российские базы интернет-наркоторговли. На первый взгляд, казалось бы, обычный такой форум на таких... Грузии легализовали употребление марихуаны. Ну, это уже по второму кругу пошло. Алексей Сергеевич, выключите тогда со своего места. Уже все пошло по второму разу. Там вообще, как бы, люди оперируют чисто наркоманскими терминами, там, снежки и прочее, прочее. Мы здесь не будем уподобляться им, как бы, и рассказать. На сегодняшний день принято достаточно знакодательных норм, регионативный запрет распространения про наркотическую информацию. Однако имеет место явное нарушение, либо ненадлежащих исполнения руководством и авторскими коллективами средств массовой информации, а также исполнителями организации зрелищных мероприятий. В марте 2019 года на заседании Государственного антинаркотического комитета рассмотрен вопрос о мерах по ограничению демонстрации про наркотического контента в медийном пространстве и было акцентировано внимание на совершенствовании исполнения имеющихся законодательных механизмов. По инициативе МВД планируется усилить реализацию мер по досудебному ограничению доступа к наркоконтенту и проработать вопрос оптимизации существующих критериев оценки материалов и информации в сети интернет. Подготовлен и внесен в правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которым предусматривается усиление ответственности за пропаганду и законную рекламу наркотиков. Хочу отметить, что мы не стремимся к введению какого-либо тотальных запретительных мер. Наша основная задача состоит в обеспечении функционирования медийного фильтра, который будет препятствовать распространению парнаркотического контента главным образом среди подростков. При этом следует учитывать особую значимость строгого соблюдения требований федерального закона о защите детей от информации, подчиняющей вред их здоровью. Это 436-й федеральный закон от 29 декабря 2010 года. В завершении хочу отметить, что проводимая работа не должна ограничиться исключительно противодействием пропаганде наркопотребления. Она должна идти в комплексе с мерами, формирующими нетерпимые отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной пропаганды здорового образа жизни. Это позволяет защитить нашу молодежь и успешно представить наркотическую субкультуру. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Уважаемые коллеги, еще раз хотелось бы зачитать в адрес наше приветственное обращение от епископа Каменского и Камышловского Мефодия. Он является руководителем Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. С радостью приветствую сегодня всех, собравшихся в конференц-зале этого замечательного вуза Московского государственного технического университета имени Баумана. Тема противодействия наркотической субкультуре сегодня очень актуальна и вместе с тем сложна. И отрадно, что люди разного возраста и разных занятий, те, кто занимается противодействием наркомании по долгу службы и волонтеры, совместно ищут эффективные пути преодоления этой наркотической беды в молодежной среде. От всей души благодарю руководство университета имени Баумана за совместное сотрудничество и неравнодушное отношение к такой острой проблеме. В очередной раз стал университет площадкой, которая объединяет специалистов антинаркотической тематики. Уже несколько лет МГТУ имени Баумана и Координационный центр по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению связывает доброе сотрудничество. Всем участникам студенческой и научно-практической конференции желаю интересной и плодотворной работы, призываю Божие благословения на вас и ваши труды. Слово предоставляю Александру Георгиевичу Михайлову, руководителю Центрального исполкома, общественной организации ОФЦР России, генерал-лейтенант полиции. Могу сказать, что с Александром Георгиевичем мы уже проводим не первую конференцию в таком масштабе. У нас вышли труды после прошлой конференции. Все, кто выступал, и студенты также вошли авторами в этот сборник. Спасибо. Мы действительно собираемся не первый раз. И вообще инициатива МГТУ по проведению конференции по вызовам угрозов заслуживает всяческое одобрение. Потому что на таких конференциях мы можем обсудить проблемы не только текущего момента, но и посмотреть немножко в будущее, и что из этого получится. С учетом последних конференций, которые мы проходили, слава богу, что меня там не вставили, потому что я бы все наговорил на две статьи Уголовного кодекса, потому что многое из того, что я рассказывал и говорил, это, в общем-то, на первый взгляд кажется несколько таксостранно для сотрудников правоохранительных органов. Но мне хотелось бы сказать следующее. Да, действительно, мы сегодня живем в изменяющемся мире. Мир изменяется очень динамично. Мы очень часто не успеваем за этим. Вот Сергей Александрович рассказывал про ситуацию с наркотиками. Мы действительно, действительно, мы сейчас уже встаем, потому что в тему, с которой мы боремся, стали втягиваться люди вместо профилактики, занимающиеся пропагандой. И причем наши голоса тянут, скажем, тонут вот среди медийных персон, которые, в общем-то, мы им говорим плохо, они говорят хорошо. Понимаете, как это немного странно выглядит. Но я не хотел бы сейчас остановиться на проблемах наркомании, потому что эта тема еще, наверное, будет здесь подниматься. Я хотел бы говорить о других немножко угрозах. И говорить с точки зрения подведения неких итогов наших предыдущих конференций. Мы очень много говорили о борьбе с экстремизмом, борьбе с терроризмом, борьбе с иными взглядами. И сегодня, подводя итоги прошлых конференций, я должен сказать, что иногда критическая масса обсуждений переходит в какое-то отрицательное поле. Значит, да, мы в последнее время очень много говорили об экстремизме, терроризме, предотвращении этих вещей. И вроде, на первый взгляд, все хорошо. Действительно, у нас ситуация стала спокойнее. Правоохранительная система и специальная служба находятся в постоянном боевом режиме. За последнее время мы, стучу, не имели серьезных последствий от действий экстремистских террористических группировок. Факт остается фактом. И сегодня удается предотвращать преступления на стадии замысла. На стадии замысла, на стадии подготовки. И, в принципе, очень хорошо, что мы в последнее время перестали брать, скажем, террористов, сопротивляющихся, живыми. Зачем они нам нужны? Не будем рисковать жизнью своих сотрудников для того, чтобы вытащить какого-нибудь урода, потом долго его вести следствие, потом судить, и с непредсказуемыми последствиями. Но здесь возникает одна очень серьезная проблема, о которой мне хотелось бы сказать. Я уже на конференциях об этих вещах говорил. Действительно, мы очень здорово выражили наши специальные службы. И технически, и в правовом смысле. Но, как всегда, у нас возникают проблемы, которые из зоны защиты прав человека переходят в зону нарушения прав человека. Об этом мы говорили много. Значит, о чем я хотел бы сказать. Вы знаете, в последнее время мы столкнулись с тем, что жизнь человека, которые, скажем, права человека, которые записаны в Конституции, в последнее время становятся, вот в силу внедрения различного рода технических средств, становятся очень незащищенными. Более того, я бы даже сказал, что сегодня многое из того, с чем мы сталкиваемся, является грубейшим нарушением прав человека. С одной стороны, да, мы обеспечиваем нашу правоохранительную систему большим количеством технических средств и возможностей для раскрытия преступления, для расследования преступлений. Но при этом мы забываем о том, что очень часто реализуя те или иные программы, связанные с выявлением экстремистских и иных проблем, посягательств, мы вдруг оказываемся сами заложниками этих мероприятий. Вот недавно я просмотрел, видел новость о том, что, значит, на наших станциях метро будут ставить систему распознавания лиц на турникетах. Ну, наверное, с точки зрения розыска это хорошо. Наверное, это очень полезно и правильно в цивилизованном государстве. Но мы прекрасно понимаем, что эти данные, которые, так сказать, находятся на этих устройствах, они находятся в открытом доступе. И, следовательно, распознавание лиц осуществляется не только теми, кто должен распознавать, но и теми, кто имеет доступ в открытом доступе, имеет доступ к этим данным. Ну, представим себе на секундочку. Поставим мы на метро Октябрьское поле, на турникеты этих камер. И что мы с вами имеем? Мы с вами имеем практически все лица сотрудников Главного разведуправления, которые учатся в Академии ГРУ рядом с Октябрьским полем. Мы ставим с вами камеры в Ясенево, в метро. Что мы с вами имеем? Мы имеем в открытом доступе персонали людей, которые работают в нашей службе в Межречной разведке. Про Лубянку я молчу. Это совершенно очевидная вещь, да, потому что огромное количество людей, проходящие туда, безусловно фиксируется. Но самое-то главное еще в другом. Дело в том, что мы выходим сейчас, и буквально на днях была, значит, у президента и у премьера обсуждалась тема цифровой экономики и интеллектуального разума. Более того, наши правовики уже, вы знаете, у нас есть такая тема, когда заставь дураку Богу молиться, лоб расшибет. Значит, начали говорить об интеллектуальном разуме в системе судопроизводства. То есть мы вводим данные в машину, машина сама определяет, пять лет лишения свободы, без права переписки, поехал, да. Нонсенс, конечно, очевидный. Но он активно сейчас пробивается, потому что все хотят как бы бежать впереди паровоза. А давайте-ка мы вот так вот сделаем, да. Что за этим следует? За этим следует грубейшее нарушение прав человека, потому что начинается вторжение в личную жизнь, несанкционированное вторжение в личную жизнь на всех этапах вообще нашей жизни. На сегодняшний день существуют уже программы, которые позволяют, вот этот искусственный интеллект позволяет увязывать несколько запросов, увязывать в одну как бы общую задачу, которая в процессе которой начинает собираться на конкретного человека большое количество досье. Недавно была продемонстрирована, опять-таки, вот эта система распознавания лиц, которая мало того, что распознает лицо проходящего человека в метро, она распознает его кредитную карточку со всеми проводками, которые были осуществлены по этой карточке. Ну, современный мир, конечно, мы прозрачные, но мы должны все-таки думать не только о том, как предотвращать преступление, как раскрывать преступление, все-таки мы должны думать о том, каким образом защитить человека от проникновения в его личную жизнь, в его переписку, в его аккаунты, в его, так сказать, интересы, которые у него существуют. На сегодняшний день с помощью этих программ можно практически сфиксировать человека, куда он передвигается. Причем туда сведены единые целые, сведены домовые камеры, сведена система видеонаблюдения на дорогах, все камеры слежения. То есть человек становится просто, как говорится, голый, потому что он вот существует на свете, кто-то им поинтересовался, и после этого машина сама начинает собирать на него досье, подчеркивая в открытом доступе. И вот это вот уже серьезная проблема, потому что мы помним с вами прекрасно научно-фантастические рассказы, связанные там с восстанием машин. Вот мы сегодня находимся на пороге вот этого восстания машин, который в конечном итоге практически низводит все наши защищенные права к нулевому индикатору. Но, наверное, многие говорят, что да, это надо, мы готовы поступиться. Вы знаете, я скажу так, ведь очень часто готовы поступиться своими правами тех, кто защищены иммунитетом. Вот когда депутат говорит, я готов поступиться своими правами, он прекрасно понимает, что на его права по закону никто и посягнуть не может. Есть роскошие фразы для того, что мы должны делать все, если мы спасем одну жизнь, это уже будет решение проблемы. Демагогическое заявление, потому что мы спасти это одно можем, а деньги потратили от тех людей, кому действительно нужна реальная помощь. И это, эти деньги, ни один человек, ни два, ни три, ни десять. Поэтому сегодняшние угрозы начинают, нам необходимо немножко еще их как-то дифференцированно к ним подходить, потому что это действительно серьезные проблемы. Чем больше мы внедряем современные средства обеспечения безопасности, тем более мы становимся, ну как бы возникает уже серьезная угроза для людей. И последнее, о чем мне хотелось бы сказать. Вы знаете, мы в последнее время очень часто, ну вот вы все-таки, скажем так, имеете отношение к информационным технологиям, вы прекрасно понимаете, что технологии развиваются так стремительно, что мы не всегда успеваем даже каким-то образом среагировать на что-то. Вот принят закон Яровой, согласно которому мы должны накапливать аккаунты, но никто не знает, где эти аккаунты накапливают всю эту информацию, потому что таких серверов в Российской Федерации не существует. На это и выделены большие деньги. Пока эти деньги будут осваиваться, мы выйдем на новые форматы системы связи, когда вообще не будет ни вышек, ни серверов, ничего. Следовательно, все деньги, которые затрачены, будут вложены в железо, которое мы на тачке можем вывезти, сразу сдать металлолом, потому что как уже при системе развития связи эти устройства не потребуются. Вот об этом нам надо тоже очень серьезно думать, потому что есть незыблемые основы, прописанные в Конституции. Защита законных прав и интересов граждан. Это основная задача правоохранительных органов. И, конечно, мы понимаем, что если мы это все необходимы, но при этом мы должны иметь в виду, это может быть необходимо только в том случае, если мы сможем защитить эту информацию от утечки куда-либо. Но на сегодняшний день мы знаем огромное количество утечек, связанных с банковской деятельностью, с нашими сетевыми операторами, с аккаунтами и так далее, и так далее. Причем, что интересно, никто за это еще не ответил. Я вот, Сергей Александрович, тоже, наверное, не помню таких дел, что в кого-то мы за это дело осудили. За утечку базы данных, связанных с деятельностью, еще мою вытанность, так сказать, системы наркоконтроля, где были не только разработки, так сказать, в открытом доступе, но и, так сказать, лица, стоящие на учете с диагнозом наркомании. Вот это тоже одна из самых серьезных проблем. над которой надо нам сегодня думать. Я понимаю, может быть, это не та аудитория, где можно такую задачу ставить, но факт остается фактом. Пройдет немного времени, вы станете великими изобретателями, конструкторами, айтишниками, и вот тогда, может быть, вы вспомните мои слова, потому что это одна из основных задач. Когда мы с вами боремся с преступностью, мы ни в коем случае не должны наступать на интересы и права рядовых граждан, не имеющих отношения к криминальному бизнесу. Спасибо. Спасибо, Александр Георгиевич. Сергей Александрович, конечно. Вот, Александр Георгиевич, картину нарисовал, конечно, хорошую очень, как бы, да. Вот, и если бы, допустим, так все было, вы, наверное, как бы не видели бы здесь среди оперативников таких худых людей, все бы сидели у себя в кабинетах, как бы, да, и это было бы так называемое рабочее место оперативника, с которым он мог бы вот так вот все сведено воедино. Отвечу на это словами классика. Жаль, в это время прекрасно жить не придется ни мне, ни тебе. Ну, нам-то точно, потому что мы так лично... Я вас заверяю, как бы, что для того, чтобы вот это все свершилось, как бы, ну, наверное, потребуется, ну, лет 10 еще вот так вот. С точки зрения защищенности прав граждан, ну, на сегодняшний день, как бы, скажем так, судебная система, она не принимает этих данных, вот как зацелая, как бы, и непонятно откуда. То есть это дискуссионный вопрос, конечно, да. Вот. Тем не менее, тем не менее, как бы, здесь правильно было сказано, что бояться-то не надо, надо просто, разрабатывая все эти системы безопасности, прежде всего думать, в чьи руки данные скачаны, они не могут быть предметами пользования, поэтому надо... Система прежде всего стоит именно в организации, безопасности сохранения этих данных, чтобы не было никаких утечек. Вот. Я могу сказать, даже вплоть до того, что происходило, когда начались вот чеченские конфликты, не было никаких еще учетов компьютерных, люди просто списывали с данных, людей же привозили в госпиталя и прочее, прочее. И те люди, которые поступали туда с ранениями, эти списки находились у террористов, которые обещали, как бы, ночь возмездия и, как бы, вот такие вещи. И, правильно говорится, за каждым таким случаем это идет... Прежде всего, я просто хочу сказать, что не только страдают жители, но и те люди, которые осуществляют это действие, как бы, по противодействию терроризму, экстремизму и другим таким проявлениям. Проблема очень важная, поднята, как бы, да, поэтому это вызывает нас именно к той ответственности, которая на сегодняшний день должна быть у всех нас, к нашей гражданской позиции и такому восприятию с точки зрения государственности, необходимости принимаемых законодательных актов. Спасибо, извините. Сергей Александрович, можно еще один вот вам... Да, конечно. Если можно прокомментируйте, вот хороший пример вы приводили, когда воспитательца детского сада там что-то увидела, когда там бегали, и вот этот пример очень интересный, как оперативно сработало с людьми. Ну, знаете, как бы, да, вот, к примеру, есть такая вещь, как бы, значит, в Ютубе было размещено видео одной из воспитателей детского сада, когда рядом прямо детским садом на фоне играющих детей наркоман ищет закладку. Он ее находит, вот, и, соответственно, что из этого. Но я как бы сразу хочу сказать, что опыт-то наработан. Во всяком случае, еще в моей бытности, работа в уголовном розыске на убойной линии, для нас видео это было, в общем, ну, как казарная карта. Вот, где мы можем сразу установить личность преступника. Конечно, если бы там стояла система определения, это самое, лиц, фейс-контроль, так называемый, было бы все проще. Но, тем не менее, как бы, был, берется простой промежуток времени. За это время получается протокол соединений, это самое, смотрится, кто подходит под этот протокол соединений, как бы, ну, с мобильных телефонов. Вот, анализируются вот эти номера. Тем более, это небольшой город. Нашли быстро, определили карты, по которым оплачиваются эти мобильные телефоны, посмотрели банкомат. С банкомата оказалось 14 лиц из нашего ближнего зарубежья, которые, таким образом, была скрыта банда, которая на 14 миллионов, как бы, завезла сюда героин. Я просто к чему хочу сказать, ну, нужно это или не нужно, как бы, ну, сделали это и сделали, как бы, да. Я просто хотелось бы сказать, что сколько мы предотвратили, сколько такое, что такое на 14 миллионов завезти героин, сколько это людей здесь могут потерять свою будущность. Потому что наркомания – это прежде всего невозвратность. И все эти сказки о том, что вот я сегодня покурил, а завтра, как бы, мне будет все хорошо, ну, я не знаю, как бы. Мне вот студентом был такой же, как вы, ночью забрали аппендицит, вырезали. Ну, и так вот ночью, понятное дело, это какие года были, привезли, бросили там в коридоре. А я кричу, мне же нехорошо. И сестра мне делает укол промедола, где она всю жизнь запомнила этот укол. Я проснулся, абсолютно здоровый человек, хотел встать, но потом рана была большая, я не смог этого сделать, как бы, да. И вот до сих пор вот это ощущение, может быть, я такой, как бы, наркозависим, просто гражданской позиции меня так сильно спасает. Но я говорю, что это серьезная вещь, как бы, да, это невозвратность, во-первых, да. Вот. Ну, я просто закончил, еще что-то нужно рассказать. Я просто... Александр, можно, прокомментирую в ходе вашего выступления, я вчера был модератором одного круглого стола в рамках Академии управления МВД, проходит такой же форум, там, наука, безопасность, молодежь. И такая секция была, биомедицинская безопасность. Значит, я там выступал, рассказывал наш опыт, Бауманский, вот, рассказывал, что у нас и тестирование есть, и волонтерское движение, и так далее. Меня поразило то, что, Сергей Александрович, вот есть даже среди чиновников такие люди, которые мне задали вопрос, а зачем мы вообще выявляем лица, употребляющих наркотики? Привели в пример Илона Маска, который там курил что-то, вот, это же авторитет для молодежи, и так далее. Я пояснил, что у нас есть Королев и другие авторитеты, на которых мы равняемся, вот. Но сам факт, что даже в обществе среди больших людей есть вопросы, касающиеся отстаивания позиций, снижения вреда программ, да, ну и так далее, и так далее. Поэтому вы, как руководитель, уж постараюсь, чтобы на государственном уровне была единая политика, и не было вот таких вот философских рассуждений, зачем мы выявляем, тестируем, зачем вообще выполняем законы государства? Нет, понятно, что по зависимости всегда ведется дискуссия. И, ну, это очень опасная штука. Но я сейчас вам говорю, с вами говорю не как заместительный начальник и главка, я просто говорю как человек, проживший какую-то жизнь, не знаю, как правильно или неправильно, но выбор был сделан, как бы, но я хочу сказать одно следующее, что отношение к наркотикам – это наша гражданская позиция. И если человек обязательно найдется на сухом остатке люди, которые выберут это абсолютное зло и будут ему, соответственно, подражать. Вот, это их личный выбор. Вот, и как бы мы ни настраивали нашу государственную систему, ну, конечно, найдутся люди, которые, ну, скажем так, будут вести себя неформально, определяющие таким выбором, считая это правильным. Но это, понимаете, попахивает таким эгоизмом, наверное, этих людей, потому что все-таки даже в Христианстве одна из заповедей говорит, возлюби ближнего, как самого себя, не делай зло никому, а предлагая наркотики своему товарищу, ты заведомо обрекаешь его на смерть. Я еще раз повторяю, что наркотики – это абсолютное зло. И там не может быть ни полутонов, и ничего как бы. Вот, если бы это не было такой проблемы, они бы, наверное, не говорили в мире, не созывалось в многочисленные форумы, не проводилась бы вот такого рода конференция, кстати говоря, вот, хоть она, как бы, ну, казалось бы, небольшого такого формата, но тем не менее, если хотя бы каждый из вас здесь возьмет гражданскую позицию, не будет потреблять наркотики, то для нас это будет, ну, величайшая победа. Даже если одного, вот, понимаете, возникает всегда перед человеком вопрос, когда вовремя сказать «нет». Мы все собрались выпить в школьном саду, как бы, а кто-то не стал. Ну, дурачок, понятное дело. Это дурачок, через полгода будет олимпийским. Никто не через полгода, через 10 лет будет олимпийским чемпионом, и мы все будем за него так переживать и гордиться всей страной. А тот, кто был заводилой, будет валяться под забором. Вот она, как бы, разница потенциалов в данной ситуации. Коллеги, извините, пожалуйста, это очень серьезный вопрос, как бы, тут можно говорить часами, поэтому, если надо, еще надо подъехать, обязательно подъедем, обязательно поговорим. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, будет чем-то вам полезным. Спасибо вам большое. Давайте проводим, Сергей Александрович. Спасибо за организацию. Уважаемые коллеги, я хочу зачитать еще одно приветствие, которое к нам поступило от муфтия Духовного собрания мусульман России, члена Общественной палаты Российской Федерации, Альбера Кырганова. Уважаемые организаторы, участники конференции, от имени Духовного собрания мусульман России сердечно приветствую вас и желаю всем крепкого здоровья, счастья и успеха в труде. Тема вашей конференции очень актуальна. В современных условиях серьезной угрозой подрастающему поколению полноценному развитию нашей молодежи выступают вирусы наркотической субкультуры, идеологии экстремизма и терроризма. Они отнимают духовное и физическое здоровье. Нередко свободу и жизнь молодых людей, вовлеченных в наркоманию и терроризм, фактически лишают наше общество будущего и возможности устойчивого развития. Молодежи надо ориентироваться на учебу, на труд, на здоровый образ жизни и патриотическое служение Родине. Желаю всем участия в конференции активного и творческого обсуждения повестки дня, правильного выбора жизненных ориентиров и приобщения к добру. Дохранит вас Всевышний. Уважаемые коллеги, я хотел бы слово предоставить Сергею Владимировичу Смольскому, заместителю руководителя Центрального исполкома Общероссийского движения, за реальные дела. Сергей Владимирович, наш почетный друг и коллега, мы вместе работали и служили. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, позвольте выразить благодарность организаторам конференции за приглашение и предоставленную возможность выступить в приветственной части. Мне очень еще и приятно, что у нас нет такой заформализованности конференции, когда вроде бы такая первая часть, где должны звучать приветственные слова, она уже несет в себе дискуссионное хорошее начало. Действительно, когда мы говорим о современных угрозах и вызовах, этих угроз и вызовах очень много. Это можно взять документ, который принят в нашей стране, он называется «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации». Там они все систематизированы и представлены в том виде, в раскрытом, в котором их наше современное политическое руководство нашего государства представляет и понимает. Более того, в этом документе содержатся и конкретные шаги и меры, которые направлены на парирование этих угроз и поиск ответов на существующие вызовы. Но сегодня мы говорим не обо всех, а больше разговор идет о тех, которые связаны с нашей обыденной жизнью. Это то, что связано с наркоманией, то, что связано с проникновением экстремистской идеологии, в том числе и в образовательную среду высших учебных заведений. И здесь, конечно, до сих пор очень сложно нам найти достойные ответы на существующие вызовы. Я свою позицию объясню, почему у меня такое мнение сложилось, но прежде я хочу немножко прокомментировать то, о чем говорил Александр Георгиевич по поводу информационной безопасности личности. Я вот ехал сюда и слышал по радио рассуждения юристов, которые на эту тему очень интересная дискуссия шла. Значит, интернет — это открытое пространство. Добровольно предоставленные персональные данные человекам в это открытое пространство не являются защищаемыми персональными данными. Значит, абсурд в чем? Якобы, когда мы заходим в метро, мы добровольно даем согласие на предоставление в это открытое пространство своих персональных данных. Тогда, можно сказать, если на улице камеры висят, выходя из квартиры на улицу, мы добровольно даем свое согласие на то, чтобы эти данные стали всеобщим достоянием. Дискуссия была на тему о том крупной торговой сети. Когда вы приходите в магазин что-то покупать, вам предлагают получить дисконтную карту, и вы туда даете свои персональные данные. Их немного. Ну, дата рождения ваша есть, номер вашего телефона есть, номер электронной почты есть. При умелом обращении с компьютером можно получить все остальное, что не достает. Значит, и торговые сети, они полагают, что эти данные вы представили добровольно, они, в общем-то, не попадают под действия этого закона. И ничего страшного нет такого, если эти данные станут своим общим достоянием. То есть, они будут выброшены в интернет. Поэтому очевидно, что все-таки мы должны беспокоиться и заботиться о том, чтобы обеспечить личную информационную безопасность. Поскольку уже, наверное, вариантов мошенничества с персональными данными столько, что их уже тяжело систематизировать. Ну, вот сейчас последний вариант – это когда люди незаконно получают электронную цифровую подпись в учреждениях соответствующих. И без ведома хозяина квартиры, вот был сюжет по телевидению, завладели его квартиры. То есть, провели сделку, он не знал даже о том, а он, оказывается, уже не собственник квартиры. И то, о чем я хотел сказать. В чем состоит, на мой взгляд, главный вызов в противодействии или в поиске ответов на угроз, связанные с возникновением, связанные с наркоманией, с наркотизацией населения и с противодействием вот этой экстремистской идеологии. Вообще, вот, с Александром Георгиевичем мы тоже обменялись, такими мыслями, да, о том, как можно вообще, возможно, победить наркоманию. Вот, Александр Сергеевич сказал, что это выбор каждого человека, да, действительно, это так. Победить тягу к наркотикам может только сам человек, приняв для себя важное ответственное решение. Но и государство тоже может помочь ему. Мы сегодня ведем работу по противодействию вот этим угрозам. Каким образом? У нас два подхода. И вот главный вызов – это найти баланс между этими двумя подходами. Первый подход, он связан с тем, что мы со всей энергией, которая у нас есть, стараемся изменить человека. Стараемся в нем что-то поломать, что-то изменить, заставить его отказаться от наркотиков, да. Как вариант, можно добиться какого-то результата, да, но очень сложно. И мы видим, да, вот мы 20 лет, больше 20 лет после того, как Советский Союз распался, так сказать, занимаемся проблемами этими, да, потому что в Советском Союзе ее, как бы, этой проблемы не было. О ней никто не говорил, хотя наверняка она была. Но к чему эта наша борьба привела? К тому, что мы сегодня говорим о том, что наркомания эта стала уже чем-то серьезным. Она превратилась в молодежную субкультуру. А что такое субкультура? Любая субкультура, она претендует на то, что она составляет часть культурного ядра нации. То есть она проникает туда. Если мы еще, так сказать, какое-то время вот так вот будем слегка бороться, да, с этим явлением, то мы, наверное, дойдем и до того состояния, что у нас в обществе тоже будут все требовать легализовать, не только легкие, но и вообще все наркотики. А второй подход, он должен быть другим. Он должен заключаться в том, чтобы изменить не только человека, но изменить условия его жизни. Вот мы говорим, что человек должен принять, сделать выбор либо с наркотиками, либо без наркотиками. Так вот, мы должны ему создать условия, чтобы этот выбор был. Потому что иногда люди понимают условия своей жизни таким образом, что у них нет другого выбора. Какие это должны условия быть? Ну вот я по роду моей деятельности, я еще и преподавательской деятельностью занимаюсь, да, с молодыми людьми общаюсь, очень редко можно найти того человека, который видит свою перспективу в современном обществе. Ну вот как закончу сейчас учебное заведение, там почти 90% студентов не знает, что будет дальше с ними. Где они будут работать? Будут ли они работать по специальности? Все вот эти полученные знания, которые они в университете получили, они пригодятся им в жизни или нет? А вы знаете, что сейчас динамика развития профессиональных знаний такова, что если ты 5 лет, ну даже сейчас, наверное, меньше, не поработал по специальности, ты уже практически дисквалифицировался. То есть надо заново учиться, заново осваивать, так сказать, новые знания. Так вот надо менять условия таким образом, чтобы люди видели перспективу своей реализации в обществе. Мы много говорим там о социальных лифтах, да, и кто-то даже говорит об этих лифтах, не понимает, что это такое. Но у нас эти лифты заколочены на первом этаже. То есть мы подходим к этому лифту, а дверь забита досками, и все закрыто. Мы начинаем строить эти лифты социальные сверху. Что такое президентский резерв управленческих кадров? Вот, говорит, это великолепный социальный лифт. Это лифт снизу или сверху? Это сверху, но вы сначала попадите на этот верхний этаж. И с этого этажа никто не хочет спускаться, потому что зачем, если ты попал туда наверх, чего уже вниз-то спускаться? А мы должны создать условия так, чтобы человек мог снизу подняться на верхние этажи карьерной лестницы. Для этого надо простую вещь сделать. Надо вернуться к тому опыту, который был в Советском Союзе. Надо, чтобы высшие учебные заведения не тратили пустую деньги на подготовку студентов. Надо, чтобы у каждого студента было рабочее место, когда он закончит университет или институт. Он должен иметь рабочее место. То есть должно быть распределение. Послеузовское. Об этом сейчас тоже все говорят. Но как же это сделать? В Советском Союзе было проще. Был Госплан. Госплан собирал с Министерства и ведомств потребность подготовки специалистов. И выделялись места в высших учебных заведениях за счет бюджета. Других мест не брали. Тут не было платного обучения. Ну, кстати говоря, это вообще анахронизм. Мы видим, что передовые страны Европы сегодня отказываются от платного обучения. А мы, наоборот, эту всю систему развиваем. Плюс к этому менять условия можно еще и таким образом. Об этом сегодня здесь уже прекрасно говорили мои коллеги. Все-таки надо заниматься воспитанием. Воспитанием людей. Вообще у нас отношение к слову воспитание не очень хорошее. Оно еще оттуда, в советской эпохе. Воспитание, оно воспринимается как навязывание каких-то стереотипов, навязывание требований, правил и так далее. Воспитание – это самый лучший инструмент воспитания, это те условия, в которых живет человек. Мы можем ничего человеку не говорить, но мы, изменив условия его жизни, ему покажем, как правильно действовать в той или иной ситуации, как неправильно. И сам процесс воспитания, он должен быть неразрывным с процессом обучения. Не может быть такое, что заместитель декана по воспитательной работе вызвал студента, или сейчас я тебя буду воспитывать. Процесс воспитания, он идет на протяжении всей жизни постоянно. Более того, старшему поколению нужно подавать примеры. Потому что можно тоже, так сказать, никаких моралей не читать, но если молодежь видит, как себя ведут те, на кого они должны равняться, ну вот как бы это и как раз есть те условия, в которых происходит воспитание. У нас президент говорит о том, что люди, облеченные государственной властью на разных уровнях, чиновники, они несут повышенную степень ответственности перед законом. Так же, как водитель, садясь за руль, он понимает, что он управляет транспортным средством, которое является источником повышенной опасности, так и чиновник. Но посмотрите, как они себя ведут. И какой пример подают молодежи. Ну вот буквально недавно в Хакасии, там, приемы вольной борьбы журналисту показывал, отрабатывал, так сказать, свое мастерство. Потом выясняется, оказывается, журналист, он не первого, а всех местных, так сказать, его подчиненных, которые к нему ходили, это обычное дело. Вот вам как бы практика. Поэтому нужно найти вот этот баланс, баланс между нашим стремлением изменить человека и нашими возможностями изменить условия его жизни. Когда мы найдем этот баланс, я думаю, что у нас все будет хорошо. Ну, кстати говоря, наша вот третья конференция, она в совокупности своей, она во многом как раз и решает эти задачи. Мы говорим о том, что нужно сделать, так сказать, в государстве, как надо поменять условия, начиная там с экономических условий и заканчивая возможностями реализации, потому что экономика там, да, конечно, она фундамент для жизни, но и другие, как бы, вещи надо брать в расчет. Ну и, конечно, нельзя допускать распущенности человека, нужно делать так, чтобы люди были воспитаны в духе уважения друг к другу и соблюдения неких социальных правил поведения и жизни в обществе. Я желаю вам всем успеха и удачи на этом пути. Я не мог не среагировать, потому что вот совершенно Сергей Владимирович хорошо отметил вот это вот лифты социальные. Вот я вчера был, ну так получилось, что уже после должности в свое время, так сказать, федерального министра я решил избраться в местный сельсовет Солнечногорского района. Ну, хватит, наверное, я защищал государство от людей, теперь надо, мне нужно защищать людей от государства. На земле-то оно как бы виднее все, да. И вот мы вчера собрались на одно из совещаний, заходим в зал, и наш председатель этого Совета депутатов, она показывает на молодых ребят и говорит, вот это наш молодежный парламент. Я в шоке, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что человек, который имеет жизненный опыт, он может куда-то войти. Если он имеет знания, он имеет право, так сказать, претендовать на что-то. Но когда мы начинаем в инкубаторе выращивать будущих парламентариев, которые ничего не умеют, ничего не знают, ничего не хотят, но амбиции у них вот как у хомяка вот так за щеками, да. И мне это довольно странно было. Я вообще понимаю, что как человек, который идет во власть, он, наверное, должен пройти все ступени служебной лестницы. Вот эти вот искусственные лифты, инкубаторы для болотных, это должно быть уже закрыто, потому что мы понимаем, кого мы выращиваем, кого мы выращиваем. И то, что сегодня происходит со страной, мы тоже понимаем, что, так сказать, мы идем по какому-то такому прямому пути, который давно уже требует разрыв шаблона. Но нельзя, допустим, повышать пенсионную реформу, условно говоря, увеличивать возраст пенсионной реформы, не обеспечив людей достойным содержанием в период своего пенсионного возраста. Ну нельзя. Если мы повысили, соответственно, мы преференции ему должны больше давать. Правильно, да? И вот эти вот многие вещи, они как раз идут от того, что, извините, я скажу, может быть, но это не про вас, конечно, ставка на молодежь себя не оправдала. Скоропалительность различного рода фантазий, которые реализуются в конкретных постановлениях правительства, депутатов Государственной Думы, она работает не на народ, а против народа. И все говорят, вы ничего не понимаете. И последнее еще, вот хотел, знаете, Леша, извини, но Штейнбух не пришел. Вы знаете, вот интересная вещь. Вот Сергей Александрович показывал ролики, связанные с пропагандой наркотиков нашими шоу-бизнесменами, да? А никто не задумывался о том, какая активная пропаганда розовых революций идут на нашем телевидении. Ведь когда мы начинаем жевать эту Украину несчастную, да, когда мы начинаем разбирать все элементы розовые революции в Украине, да, эта калька возвращается к нам. Хотя мы должны прекрасно понимать, что Россия, Украина и вообще весь славянский мир для американцев, которые мы сейчас обвиняем в подкупе, в проплате, да, они совершенно по-другому на это смотрят. Вот мы говорим, розовые революции, розовые революции. Розовые революции может быть где-то в арабских странах, где-то там заплатили, а вот под применитель к нам она не получается. Потому что в 85-м году, когда началась перестройка, американцы прекратили финансировать диссидентское движение. Потому что наша телега покатилась с горы. И поэтому им было невыгодно каким-то образом обозначать свое участие в развале Советского Союза. И то же самое и по многим другим вещам. Поэтому я вот посмотрел этот ролик, да, так мы можем, знаете, по розовым революциям нарезать, по-моему, на много часов пропаганды этих розовых революций, их форм, методов, сил и средств, которые в конечном итоге могут быть реализованы уже без участия госдепа на нашей территории. Потому что опыт есть опыт. Спасибо. Слово предоставляется Головину Андрею Аркадьевичу, генеральному директору Евразийской ассоциации здоровья, директору Центра развития гражданского общества Государственного института управления. Пожалуйста. Спасибо большое. Я как раз хочу продолжить вот эту мысль, которую наш уважаемый президиум начал развивать по поводу как раз вот этого видеоконтента, который сегодня у нас превалирует. Почему это происходит и что нам молодым людям в этой ситуации делать. В первую очередь, когда мы о чем-то говорим с вами, молодые люди, мы должны понимать первопричину. Если мы с вами причину, суть вопроса не понимаем, то, соответственно, мы не можем выработать с вами правильные алгоритмы решения той или иной проблемной ситуации. А ситуация заключается в том, что, по сути дела, сегодня мы находимся в условиях так называемой, ее назвали гибридной войны, то есть определенные невоенные средства воздействия на нас с вами, которые, по сути дела, продвигают эту идеологию терроризма, экстремизма, идеологию наркотизма, то есть продвигают негативные образцы поведения. То есть объектом в данной ситуации этой работы гибридной войны является человек, то есть мы с вами, а предметом является наше с вами сознание и, соответственно, поведение наше. Кто является субъектом данной ситуации? Определенные сетевые, их называют международные группы, у которых есть свои цели и своя идеология. Но мы, в первую очередь, с вами должны понимать, что у нас есть своя идеология, эта идеология и ее проявления мы видим каждый день в виде наших традиционных ценностей, нашей культуры поведения. И это идеология нашей жизни, она мирная, она жизнеутвердающая. И в центре нашей утверждающей идеологии стоит так называемое понятие само жизнь. Вот я долго тоже для себя думал, вот как разделить, что плохо, а что хорошо. И для себя я сделал определенный такой вывод, то есть все, что содействует сохранению, проявлению, утверждению такого понятия, как жизнь, это является положительным. Темография возрастает положительно. А если, соответственно, происходят те или иные процессы, поведение, которые разрушают как человека, так его психику, так его интеллект, или в целом что-то негативное происходит, то есть то, что разрушает проявление жизни, ее гармоничную жизнь, это является так называемым негативным образцом, который мы должны предупреждать и убирать. Если мы говорим о так называемой современной гибридной войне, то как раз все средства этой гибридной войны направлены на то, чтобы разрушать основное проявление этой жизни, наше сознание. Главным оружием является, помимо, там, вот, много говорим о диалоге экстремизма, терроризма, являются, конечно, вещества наркотического действия. Табак, алкоголь, наркотики. Почему? Потому что, в первую очередь, они воздействуют на наше сознание, в результате чего человек перестает адекватно воспринимать существующую реальность, и он, по сути дела, становится манипулируемым. То есть, если наше с вами сознание затуманено в результате потребления определенных веществ наркотического действия, то мы с вами не можем адекватно воспринимать реальность, и самое главное, гармонично выстраивать свою жизнь. Правильно, вот, то есть мы начинаем делать с вами те или иные ошибки. Ну, с точки зрения процесса, вам тут дальше эксперты расскажут, как это происходит, но в первую очередь идет воздействие на наше сознание через мысль, формирует у нас определенную мысль, из мысли вытекают наши эмоции, чувства, и отсюда вот эти слова хочется получить удовольствие, то-се-е, и самое главное, появляются негативные образцы поведения. Что делать, да? Вот, ну, вот, просто как пример, вот сегодня вам показали, да, даже, вот видите, что делает зал, когда показали вот эти сцены, видео, да, когда сейчас по всем телеканалам, как правильно сказал Сергей Александрович Сотников, через ироничную форму, через смех, через юмор продвигают сегодня идеологию наркотизма. Потребление, табакокурение, потребление алкоголя, это уже является посеместным. Следующий этап, это нужно сейчас легализовать определенным силам, чтобы мы перестали с вами думать и были, так сказать, послушными людьми, которые выполняют все, что им скажут. Это нужно продвинуть, так называть, легализовать наркотики. И это делается, в первую очередь, через юмор, через, в первую очередь, положительных для нас любимых актеров, героев, музыкантов и так далее. Мы должны с вами, в первую очередь, научиться мыслить. И в этом, конечно, главную роль играет роль наставничества, учителей, преподавателей, которые должны нам помогать с вами, вместе помогать вырабатывать определенные алгоритмы, технологии мышления, правильного, сценогенного, положительного мышления. То есть того мышления, которое будет помогать нам с вами выстраивать нормальную гармоничную жизнь без всяких определенных там негативных проявлений, проблем и так далее. Ну вот, если мы говорим о веществах наркотического действия, мы в свое время проводили в Евразийской ассоциации здоровья тоже всероссийское исследование. Вот посмотрите, мотивы отказа молодыми трезвенниками от употребления вещественно-наркотического действия в процентах. Вот что говорят? Вот у нас есть же определенная категория людей в государстве, но в обществе она небольшая, которые вообще, к примеру, не потребляют ни табака, ни алкоголя, ни наркотиков. А почему? Вот мы же должны с вами изучить, почему они пришли вот к такому. То есть они формируют вокруг себя, в своей семье, в своей организации трезвую безопасную среду. А отсюда уже у них нет и других негативных проявлений в виде идеологии терроризма, экстремизма. Вот больше половины отвечает на этот вопрос, как пришел к такому решению в результате самостоятельных размышлений, в результате ознакомления с информацией. Поэтому мы должны с вами такой вот, вот здесь вот представители органов государственных, власти, по большей части говорят о том, что, вот посмотрите на эту, социальная модель противодействия наркотизации. Они говорят о том, что нужно обезопасить нас, нужно нас защитить. Вот такая терминология. Защитить, обезопасить, ограничить. Это все, все эти действия, они правильны и они нужны нам. Это все действия, связанные со снижением предложения на, например, вещества наркотического действия или на какие-то образцы негативного поведения. Но помимо того, что мы должны снижать предложение, то есть ограничивать наступление, так сказать, зла, мы должны с вами одновременно с этим и снижать спрос. А спрос – это наша с вами мотивация. А вот с этим огромные проблемы. И вот мне сегодня порадовало, что вот на АГАКе, в том числе сказали, поднимают наконец-то вопрос о том, что действительно, в первую очередь, основное воздействие сегодня идет информационно-психологическими средствами, через телевидение, через интернет, вот все, что вокруг нас. И у нас нету специальной структуры с вами в государстве, нету в обществе каких-то структур, именно у которых есть определенная полномочия, чтобы этому противодействовать. Почему мы должны убеждать каких-то музыкантов, композиторов, то есть они воздействуют на миллионы, на массы, и мы, якобы, следуя свободе слова, даем им возможность пропагандировать негативные образцы поведения. На это должен быть запрет. У меня есть свое мнение, но я это мнение не должен, если я говорю о негативных образцах поведения, продвигать среди всех. То есть если один падает в яму, он не должен тащить других в яму. Поэтому вот когда мы говорим о том, что должны что-то защищать и противодействовать чему-то, одновременно с этим мы должны все-таки сегодня думать, и вуз это главное средство, наши наставники, преподаватели, которые должны формировать идеологию жизнеутверждающую. То есть мы помимо того, что сегодня говорим о том, что должны защищаться, мы должны наступать, а наступать в том плане, что утверждать положительное. Если человек постоянно защищается, то он находится все время в оборонительной позе. Я считаю, что мы не только должны, а мы должны уже переходить в наступление. Наступление – это те наши положительные образцы поведения, наши традиционные ценности, здоровьесберегающие модели поведения, которые должны везде и повсюду мы насаживать. Вот так, как работают определенные сетевые группы, насаживая наркотики, идеологию, терроризм и так далее. Также мы должны массово, через средства массовой информации, которая по большей части сегодня является все-таки еще до сих пор государственными, насаживать идеологию, здорово-сберегающую модели поведения. То есть должны появляться и программы и так далее. Но поскольку мы с вами живем в реальности и видим, что мы находимся в определенных условиях гибридной войны, каждый молодой человек, к сожалению, он сегодня не защищен. Не защищены даже наши родители. Наши родители находятся в такой же ситуации, когда на них идет вот это агрессивное информационное воздействие. Поэтому сегодня, по сути дела, каждый человек, действительно говоря, должен брать на себя ответственность и все-таки более, во многих случаях, изучать более детально те или иные ситуации жизни, с которыми вы сталкиваетесь, взвешивать, а правильно ли я поступаю или нет, обращаться за помощью, в том числе, к нашим наставникам, преподавателям, учителям и, соответственно, объединяться в определенные сообщества. Вот МГТУ Бауэн в этом плане один из лидеров, да, там и по воскресеньям вы собираетесь на ВДНХ и так далее. Объединяться в определенные группы, то есть создавать свои определенные организационные группы, которые позволяют вам жить в нормальной, трезвой, безопасной среде. Потому что в одиночку сегодня, как вы понимаете, человеку тяжело выживать. Мы, существа с вами, социальные, общественные, коллективные и должны, в первую очередь, это ответственность каждого в плане гражданской позиции содействовать тому, чтобы больше таких сообществ здоровьесберегающих правильных появлялось. Спасибо. Андрей Аркадьевич, спасибо. Приготовиться Шатилу Александру Борисовичу. А я пока задам вопрос, Александр Георгиевич. Вот вопрос поступает. Как вы относитесь к тому, что сегодня в МИД России прилетели главы афганского Талибана по нашей просьбе для урегулированной ситуации в Афганистане? Считаете ли вы верным вести переговоры с Афганистаном запрещенными не только в России, но и во всем мире? Знаете, вопрос-то очень политический. Я эту тему знаю еще с 1996 года и должен сказать, когда активно боролся с Талибаном Северный Альянс в лице генерала Дустума, Ахмадша Ахмасуда, президента Афганистана Романи, значит, уже у нас была тогда мысль начать переговоры с Талибаном. Это понятно, что не впрямую, по дипломатическим каналам, потому что для того, чтобы устранить проблему, нужно устранять проблему. И очень часто политика искусства возможного, которая требует с разной средой поддерживать какие-то контакты или пытается их управлять. Если такое, вот по прошествии, сколько лет это 96-е, плюс 25 лет, четвертый век, да, получается? Вот с четвертого века вы пришли к тому, что необходимо все-таки подумать над этой темой. И с точки зрения наркотиков, я должен заметить, что Талибан, я не идеализирую его с точки зрения терроризма, мы с вами прекрасно понимаем, что это очень сложная субстанция, но с точки зрения наркотиков, Талибан как раз наиболее наш самый большой союзник. Потому что когда Талибан пришел к власти в Афганистане, производство героина упало не в разы, а в десятки раз. Потому что согласно вероисповеданию, исламскому вероисповеданию, наркотики запрещены вообще продукт. Они уничтожали жесточайшим образом не только сами наркотики, но уничтожали тех, кто их производит. Впоследствии война, которая началась с появлением там американцев, она привела к тому, что Талибан вынужден был сам использовать наркотики для получения средств, приобретения оружия и так далее. Но с точки зрения антинаркотической составляющей, если действительно они сохранили свою основу, исламскую, то, наверное, они нам были бы тут большим поспорием. С точки зрения других вещей, пусть политики разбираются. Но, во всяком случае, вот я говорил, если еще когда, вы помните, мы очень активно там занимались проблемой афганского героизма, который, к счастью, у нас сейчас все меньше и меньше на территории России. Правда, беда в том, что появилась уже синтетика, более жесткая, более тяжелая. Но факт остается фактом. Так сказать, приход, если Талибан будет продолжать логику антинаркотической деятельности на территории Афганистана, я думаю, что трафик будет уменьшаться. А вот с точки зрения терроризма это вопрос. Спасибо. Слово предоставляет Шатилова Александру Борисовичу, декану факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации. Уважаемые коллеги, большое спасибо за возможность выступить на вашей платформе, на вашей площадке. Тем более, что университет именно Бауна для меня, как сказать, не чужой. У меня сейчас сын, учительный программист, заканчивает третий курс у вас, поэтому здесь мне приятно выступить, в том числе и перед студенческой аудиторией. Мне, опять же, тоже хотелось обратиться от уже, собственно, неких последствий негативной социальной активности, коими является наркомания, экстремизм, радикализм, к первопричинам. И одной из первопричин, считая вот такого рода негативных социально-политических явлений, являются определенные поколенческие разрывы, которые сейчас затрагивают многие страны, но в том числе и в настоящий момент являются очень проблемными и, скажем, содержат очень серьезные угрозы для стабильности российского общества. Вот давайте посмотрим для начала, что такое гармоничное государство общества с точки зрения поколенческого взаимодействия, взаимодействия различных поколений. Прежде всего, это преемственность и взаимное доверие поколений, так называемая проблема отцов и детей, в этих государствах в целом решена. Существует определенное и кредит доверия у детей к отцам, у отцам к дедам, и в общем и целом здесь наблюдается определенное, скажем, созвучие и преемственность по принципу «ценим прежнее и старое, строим новое». Далее, соответственно, наблюдается и определенная гармония в понимании стратегических приоритетов страны, мировоззренческих, идеологических ценностей. Здесь тоже нет существенных разрывов. Понятно, что любое молодое поколение, оно стремится переосмыслить опыт старого и прежних поколений и выработать какие-то новые, актуальные пути решения тех или иных проблем, но в целом в гармоничных обществах это такого рода попытки молодого поколения себя найти, найти какие-то новые пути, скажем, модернизации страны, социально-политическо-экономической, они не выходят за определенные рамки, не приобретают экстремистские, радикальные формы. Далее, со стороны власти в гармоничных государствах наблюдается наличие карьерной динамики, поступательное продвижение наверх кадрового резерва, причем чаще всего не в форме социальных так называемых лифтов, а скорее в плане выстраивания социальных лестниц, потому что социальный лифт предполагает зачастую, скажем, какой-то не всегда адекватный взлет или искусственную, скажем, накрутку одного из представителей молодых поколений, ну, какого-то представителя молодого поколения, его заброс на какие-то командные высоты, с которыми зачастую он не, с этой ответственностью зачастую он не справляется, да, поэтому в гармоничных обществах чаще всего существует так называемый гильдийский принцип рекрутирования элиты и поступательное, постепенное продвижение по карьерной лестнице, но неуклонное продвижение по карьерной лестнице. Дальше присутствует во власти плановая кадровая ротация, постепенное, собственно, замещение управленческих позиций представителями следующих поколений, то есть нет определенного кадрового застоя, здесь наблюдается определенная кадровая динамика, ну и молодежь понимает свой статус и свою миссию поколений будущего, не стремится, как сказать, делать свою карьеру на костях представителей, собственно, прежних поколений. Что же, как говорится, представляет собой расколотый государство, общество, и некоторые, скажем, моменты, они на настоящий момент актуальны для Российской Федерации. Это обособленность поколения, кстати, очень, не так давно проводился опрос ЦОМа, да, и выявил очень, скажем, такую, на мой взгляд, очень опасную тенденцию, некое стремление к обособлению поколений, причем это касается не только молодежи, но и других, собственно, поколенческих групп. В частности, этот процесс размежевания является обоюдным. Так, в среднем, 75% респондентов ЦОМа спокойно согласились с точки зрения относительно того, что, цитирую, детям стоит отказаться от образа жизни родителей, искать свой путь в жизни. Понятно, что всем вам строить собственный путь и так далее, но при этом, на мой взгляд, требуется все-таки учитывать опыт предыдущих поколений. И если родители и деды, так скажем, с этим соглашаются, ну, наверное, это не совсем верно. Иногда там можно понять молодежь с ее радикализмом таким, знаете, юношеским, да, но, тем не менее, здесь эта тенденция касается всех поколений. Далее, в случае обособленности поколений наблюдаются нас поколенческие разрывы в понимании, опять же, стратегических приоритетов страны, ценностей их идеологии, за что это влечет за собой вызовы государственности, а то и крушение государственности, и приводит к гражданским конфликтам, а то и гражданским войнам, взять хотя бы, ну, скажем, Майдан номер два на Украине, да, или же, собственно, там гражданскую войну, допустим, в России, в начале 20 века. Далее, со стороны власти зачастую при расколотном обществе государства наблюдается отсутствие или недостаточной кадровой мобильности, то есть определенный кадровый застой наблюдается наверху, и лучшие представители молодого поколения не подтягиваются наверх. Это тоже, как говорится, влечет за собой некий рост напряженности внизу, когда потенциальные лидеры, потенциальные сильные управленцы и сильные кадровые резины, переходят в оппозицию, начинают дестабилизировать ситуацию. Далее, следующий момент, эйджизм, да, изначально, кстати, термин использовался для того, чтобы, скажем, защитить как раз стариков, да, эйджизм, условно говоря, дискриминация по возрасту, да, но мы сами знаем, сейчас некоторые политические силы, в частности, тот же самый Алексей Навальный, эту тему очень активно развивает в плане того, что якобы молодежь зажимает и необходимо ей совершить революцию, чтобы прийти к власти, и вот тогда все у нас, как говорится, заиграет новым красками, да, ну и еще один момент в расколотном государстве и обществе, это неадекватные политические и профессиональные амбиции молодого поколения, это тоже частенько наблюдается, не так, просто приведу конкретный пример, не так давно ко мне приходит студент второго курса, говорит, Александр Борисович, мы решили основать международный клуб, я говорю, отлично, замечательно, я говорю, готов вас поддержать и так далее, вот у нас единственный вот такой вопрос, я говорю, какой, а кому мы сможем продавать нашу аналитику, вы не посоветуете, я говорю, никому, то есть как, почему никому, ну потому что аналитика студента второго курса не востребована рынком, ну в общем, он ушел совершенно обиженный, полагаю, что я занимаюсь самым таким, знаете, густапсовым эйджизмом и зажимаю молодое поколение, хотя, сами понимаете, что действительно аналитика студента второго курса, мягко говоря, будет слабой уже по определению, да, даже аналитика очень таких, знаете, продвинутых и погруженных людей, она является весьма трудно реализуемой на рынке, что уж тут говорить про, скажем, вот некие, ну я бы сказал, первый опыт, да, аналитической деятельности, поэтому здесь нужно понимать, что сразу после окончания вуза вы не станете зампредом Газпрома, это не исключает того, что вы впоследствии обойдете там представителей, там, не знаю, старших поколений, вы завоюете командные высоты и так далее, но просто всему, как говорится, каждому овощу свое время, да, и нужно для этого потрудиться, а зачастую тоже наблюдается нежелание вкладываться, то есть, а для того, чтобы получить результат, всегда нужно инвестировать. Кто виноват? Традиционный, как бы, российский вопрос, да, я бы начал здесь с семьи, потому что сейчас уже с молодых ногтей мы видим, что воспитание детей, в общем-то, процесс такой очень трудоемкий, тяжелый, поэтому родители идут по пути наименьшего сопротивления. Держи планшет, держи гаджет, а мы пойдем заниматься своими делами. И вот так, скажем, во-первых, ребенка зачастую воспитывают планшет и гаджет, родители как бы отрываются от такого плотного взаимодействия с своим чадом, и в итоге, как сказать, даже уже в семье изначально зарождаются вот эти вот разрывы поколенческие. Далее школа. Школа, как сейчас вы сами знаете, утратила свою педагогическую составляющую, учитель утратил свой статус такого, знаете, законодателя и, ну, скажем так, человека, обладающегося очень высоким и непривлекаемым авторитетом. Сейчас средняя школа приведена во многом на такой, знаете, к ней применяется скорее коммерческий подход. То есть школьник и его родители это заказчики, а школа это вот некие исполнители, а заказчик всегда прав, клиент всегда прав. И поэтому в этой ситуации зачастую вот это вот, я бы сказал, такая подавленная педагогическая составляющая в плане в средней школе, но она влечет за собой опять же определенный перекос отсутствия уважения к предыдущим поколениям и зачастую к росту амбиций и, скажем, к росту я бы сказал такого оппозиционности и некого стихийного протеста со стороны молодежи. Далее вузы зачастую не дорабатывает тоже. Зачастую тут наблюдается опять же два отношения на мой взгляд неадекватного к студентам. Первое это такое отношение знаете, ну вы еще никто, звать вас никак и поэтому вы там сидите ваш номер тринадцатый. Второе поколение на второй подход тоже на мой взгляд неадекватный ути-пуси вы какие маленькие дети там и так далее. Я всегда использую со студентами очень адекватные скажем термины употребляем молодые коллеги. Вы наши коллеги, да, вы наше будущее, вы наша собственно смена, ну то есть вы уже не дети, вы уже совершеннолетние, вы юридически в своем большинстве дееспособные, да, поэтому никоим образом здесь мы вам не должны вытирать нос платочком, да, и ставить вас в угол, да, но при этом соответственно, то есть мы должны с вас требовать, но с другой стороны мы должны учитывать, что вы все-таки молодые специалисты, молодые коллеги, поэтому определенная доля для вуза такого снеходительного и доброжелательного отношения к студенту должна присутствовать, поэтому вот я не знаю, я в этом плане могу похвастаться, что у меня как раз на факультете все здесь замечательно. Далее бюрократия, тоже бюрократия, она всегда склонна к косности, к местничеству и к семейственности, и зачастую она тоже вот эти все возможности продвижения молодежи на высокие позиции, или там продвижение не той молодежи на высокие позиции, зачастую блокируют. Ну и, конечно, есть внутренние и внешние противники власти, использующие реальные мнимые поколические разливы для нагнетания конфликтов в государстве и обществе. Сами понимаете, ведется подрывная деятельность как со стороны собственно оппозиции, которая важна любой ценой как сказать прийти к власти и скажем так захватить командные высоты. Ну и также мы сейчас находим состояние холодной войны очередной, я бы сказал такой полугорячей с западным мы находим состояние войны санкций и сами понимаете, что стороны как бы наших внешних противников или как нас говорят наших западных партнеров в кавычках наблюдают стремление максимально дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации, чтобы надавить на нас и получить определенные преференции, а может быть и нас сломать. Поэтому там Виктория Нуланд с печеньками я как говорится туда вставил картиночку. Что делать? На мой взгляд здесь есть целый комплекс мер, остановлюсь только на самых как говорится актуальных. Первое – это развитие института наставничества. Буквально на днях президент Российской Федерации наградил за наставничество одного из представителей такого старого рабочего скажем цеха, который воспитал целое поколение своих последователей и мне кажется такого рода система наставничества должна работать на всех уровнях, во всех сферах и она должна принести определенные плоды в плане вот этого сшивания вот этих разрывов поколенческих. Далее – оптимизация кадровой политики и выстраивание кадровых лестниц. Иногда даже может быть возможны кадровые лифты, но только в особых случаях, когда действительно там представители молодого поколения, но действительно там семи пядей во лбу, и тогда действительно его можно, как говорится, уже не по лестнице пускать, а уже сажать в лифт. Далее – продвижение идеи межпоколенческого диалога в СМИ и соцсетях. Сейчас наоборот мы наблюдаем там противоположную тенденцию. Здесь должна быть все-таки политикам сглаживание противоречия отцов и детей и наоборот выстраивание диалога. Далее – создание творческой продукции, пропагандирующей преемственность солидарных всех разных поколений. Опять же, мы не видим ни на телеэкранах, ни на киноэкранах, ни в каких-то иных сферах искусства и творчества вот такого продукта, которого пропагандировал преемственность и солидарность различных поколений. А это необходимо, на мой взгляд. Далее – требуется возвращение педагогического начала средней и высшей школы, потому что здесь действительно все-таки педагог должен звучать гордо и обладать определенным статусом и уважением со стороны студента, и тогда соответствующим образом он заложит тоже определенные жизненные ориентиры и позволит опять же сократить вот эти межпоколенческие разрывы. Ну и, конечно, на мой взгляд, требуется работа со стороны может быть правоохранительных органов, потому что у нас есть проблема разжигания междунациональной родни, социальной родни. А почему мы не обращаем внимания на разжигание поколенческой родни, которая у нас тоже происходит, и мне кажется, это тоже должно быть как-то пресекаться, и на это должен быть дать хотя бы минимальный законодательный ответ или ответ со стороны собственно наших силовых структур. Ну и я очень надеюсь, что на лучшее, и поэтому вот видите, мир вашего дома. Спасибо. Я хотел бы вас поблагодарить за ваше выступление, вы очень четко структурировали вот эти все проблемы, хотя должен заметить, что мы с вами имеем сегодня, вот когда мы говорим, что старшее поколение занимает командные высоты, служит туда пробиться, проблема заключается в том, что мы, у нас молодежь, она стоит не в затылок, она стоит в шеренгу. Только шеренга, одни стоят в шеренге, а другие стоят в затылок. Вот те, кто стоят в шеренге, у них шансов попасть туда очень мало, потому что это была тата, которая стоит уже в ожидании командных высот. Вот это самая большая проблема. А эта проблема заключается как бы в другом. Эта тема связана впрямую с коррупцией, потому что когда человек использует служебное положение или продвижение своих отпрысков на вышестоящие командные высоты с непонятным образованием, с непонятными навыками, с непонятными так сказать перспективами, вот это самая большая проблема. И самое главное, конечно, вы вот школу заметили. Понимаете, какая штука? Сегодня со школой у нас другая байда. У нас сегодня педагог зависит не от скажем так, знания педагогической науки. Он полностью является рабом у системы народного образования, в которой работают люди, которые в школе никогда не работали. Вот это ключевая проблема. Это ключевая проблема, потому что если мы сегодня возьмем мы этих всех начальников, которые руководят департаментами образования, направим в школу на стажировку, то они получат по пятибалльной системе минус два, потому что они, во-первых, не являются предметниками, они не знают вообще саму школьную систему, они знают хорошо бумаги, не более чем. Вот это самая большая беда. Я вот возвращаюсь к Солнечногорску, у нас там начальником департамента являлся человек, который был учителем труда, а сегодня командует всей системой народного образования в районе. Ну, понятно, да, физрук и трудовик это два персонажа анекдотических, но факт остается фактом. Нет, но более того, сейчас в системе образования господство сейчас очень бюрократическая система, вот мы недавно проходили аккредитацию одного нашего направления, оно существует полтора года всего, от нас в Рособорнадзор затребовали документации 20 тысяч страниц текста. Ну, мягко говоря, вряд ли это требовали те люди, которые когда-либо работали в высшей школе. Спасибо. Слово предоставляется Климович Веронике Юрьевне, клинический психолог, научный сотрудник Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины. Добрый день, уважаемые участники конференции. Очень всегда благодарна организаторам, подобных мероприятий, за возможность принять в них участие, потому что всегда стоят очень острые, очень актуальные, самое главное, очень практические вопросы. И я, как работник системы здравоохранения, но занимающийся больше 25 лет вопросами профилактики негативных явлений, особенно среди молодежи, я, конечно, понимаю, что для меня практическая составляющая такого мероприятия очень-очень актуальна. И поэтому мой здесь не доклад, а скорее сообщение адресован тем людям, которые абсолютно точно уже ответили на вопрос о своем отношении к проблеме наркомании, абсолютно точно решили, что надо что-то делать в этом вопросе, абсолютно точно уверены, что начинать профилактику этих сложных явлений нужно в раннем возрасте и работая с ранними группами молодежи, и, может быть, даже что-то делают уже в этом направлении. Поэтому мое сообщение о том, наверное, как ответ на вопрос, о как, собственно, проводить профилактику наркомании, которую мне задают на самых разных уровнях и специалисты, и волонтеры, которых сейчас очень много вот именно в этой области. Мы, например, в нашем центре готовим целый, может быть, слышали такие наверняка молодежь, волонтеры-медики, мы готовим целое поколение, я бы на сегодняшний момент сказала, волонтеров, которые работают по вопросам сохранения здоровья и здорового сбережения вот в молодежной среде. И все эти специалисты уже задают каждый раз вопрос, а вот мы все понимаем, что надо делать, а как это конкретно делать, мы не знаем. И вот мое сообщение сегодня, это как один из ответов на вопрос, а какие существуют инструменты сегодня, чем можно пользоваться, если мы все-таки идем в молодежную среду, если мы начинаем работать в области профилактики, что в помощь нам может даваться. Я не буду даже говорить о том, что на сегодняшний момент в вопросах профилактики очень много уже всего отработанного. Мы четко знаем задачи профилактической работы в области здоровья сбережения, мы их формулируем, мы знаем наши цели, мы говорим о том, что направления должны быть самые разные. Это должна быть не только разговор о наркотиках, но это должны быть разговоры с очень маленькими детьми в принципе об отношении к своему здоровью, о том, как его сохранять. Мы говорим о том, что уже очень много делается, существует много специалистов, которые работают в этой области, существует очень много программ, которые каждый раз пополняются, все с каждым годом, и на сегодняшний момент существует большое количество тех субъектов, которые ведут профилактическую работу, повторяя даже среди самой молодежи. Вы знаете, что самая эффективная сегодня стратегия это как раз ровесник ровеснику, в рамках которой работают все волонтерские молодежные организации, в том числе и сегодняшние организации, которые представлены здесь на базе вашего института. Но если мы учитываем, что мы работаем в области профилактики с молодым поколением, а молодое поколение – это очень часто та среда, которая есть в образовательной среде, это та, вернее, молодежь, которая есть в образовательной среде, то мы должны каким-то образом использовать те инструменты, которые очень хорошо уже отработаны, приживаются в образовательной среде, опираться на эти инструменты и создавать новые инструментарии для проведения уже профилактической работы. А сегодняшнюю образовательную среду характеризует такое явление, как создание цифровой образовательной среды. То есть это внедрение современных интернет-технологий, использование современных технических возможностей, в том числе наглядных средств обучения, которые внедряются в образовательную среду. И почему мы должны профилактику оставить без этого актуальные возможности, в общем-то это, наверное, нелогично. Если мы говорим о структурных компонентах этой самой образовательной среды, то одним из компонентов это являются CD-диски, DVD-диски, всевозможные какие-то интернет-ресурсы, которые активно несут на себе наглядность и могут эмоционально человека зарядить, могут передать какую-то информацию, еще используя и визуальный ряд. И мы пошли по пути создания вот таких наглядных материалов, используя вот эти современные интернет-технологии. Работа с этими наглядными материалами, которые на сегодняшний момент создаются в нашем институте как раз для специалистов, ведущих профилактическую работу, может вести самая разнообразная. Это и какие-то фронтальные формы работы, и здесь самый большой перечень этих форм работы. Это какие-то индивидуальные формы работы, когда мы учитываем, что каждый молодой человек сегодня активный потребитель системы интернета. И я предлагаю вам сайт, на котором сейчас размещаются наши созданные нами уже материалы для ведения профилактической работы. Это центр наглядных средств обучения, который есть в Москве, действует в Москве. Совместно с ним перечень уже созданных комплектов, которые представляют из себя сочетание. Это описание самих занятий, которые мы предполагаем, что надо проводить с учащимися разных школ, колледжей, вузов, первых особенно курсов вузов. И одновременно какого-то интернет-носителя на CD-диске, на флешке, который содержит визуальный ряд, и этот визуальный ряд является составным компонентом профилактической работы. Вот эти занятия могут быть однократные, которые мы направляем на какие-то проведения активных открытых мероприятий. Скажем, 31 мая – день борьбы с курением, 26 июня – день борьбы с противодействием наркомании и так далее. И в то же время это может быть какой-то цикл мероприятий, которые мы предполагаем внедрить в образовательную среду, для того чтобы вот так постепенно формировать у наших мальчишек и девчонок здоровье, сбережающее поколение, мировоззрение. И, наконец, вот последний. Здесь уже представлены готовые материалы. На этом же сайте Центра наглядных средств обучения мы уже заканчиваем выпуск. Буквально в июне месяце будет выложено в открытом доступе, адресованное волонтерам, волонтерам всех профилей, и те, кто конкретно ведет работу в области медицинского здравоохранения, и тем, кто ведет работу в области педагогики. Выложены будут материалы, которые можно будет скачать. Это наглядно методические разработки всевозможных мероприятий, которые мы предлагаем проводить с ребятами разных возрастных групп. Поэтому, если для вашей копилки будет полезна эта информация, то, что мы делаем, мы очень хотим продолжать отвечать на вопросы, как проводить профилактику, а это всегда очень точечно, всегда очень мелко, но всегда очень существенно. Спасибо вам большое за возможность. Спасибо, Вероника Вильевна. Слово предоставляется в заключении. Леша, я могу два слова? Да, пожалуйста. Вы знаете, я... Владимир Александрович, пока выходите. Вот основным критерием осознания проблем, связанных с наркоманией, алкоголем и табакокурением, являются некоторые конкурсы. Вот ежегодно Министерство внутренних дел проводит конкурс на лучший ролик, на лучший буклет, на лучший рекламный какой-то продукт. Вы знаете, я вот на протяжении, наверное, лет... Леша, сколько мы с тобой этими занимаемся, этой фигней? Лет уже, наверное... С 2003 года. Вы знаете, уровень осмысления этой проблемы, которая представляется на этот конкурс, не ниже плинтуса. Он вообще ниже нулевой отметки. Я с ужасом смотрел, и мне было настолько вот обидно, потому что, значит, в этой теме не занимаются ни творческая интеллигенция, ни студенчество не занимается. То есть то, что показывают, я бы еще за многие ролики, которые там нам предлагают, или плакаты, я бы еще дела бы административные возбуждал, потому что проводят конкурсы между школьниками, пособия делают в яслях и детских садах, понимаете, да? Поэтому, конечно, эта тема самая серьезная, потому что мы действительно... Судя по всему, эта тема просто уходит на периферию сознания. Вот был наркоконтроль, да, вот он как-то все время возбуждал, возбуждал, раскручивал эту тему. А сегодня вообще-то и раскручивать некого. Вот сегодня мы все сотняком сидели, он говорит, это вообще не наша тема. Мы милиционеры, нам лови, сажай, а ты там нам профилактику предлагаете, понимаете? Вот это очень серьезная проблема. И второй момент, конечно, вы знаете, вот когда мы говорим о дистанционном обучении, ну, педагоги могут со мной согласиться, это бессмысленная вообще забава. Что такое дистанционное? Это посадить перед телевизором человека, заставить его смотреть. Будет он смотреть? Да, конечно, нет. Телевизор будет буробить свое, а он будет сидеть в своем гаджете. Поэтому никто не заменит личное общение педагога и студентов вот этими телевизионными мультимедийными системами. Ну и, конечно, последнее хотел сказать. Уже нет такого формата ни DVD, ни CD. Это уже умерший формат, который уже относится к Безозойской эпохе, понимаете? То есть, предоставляется Ивану Владимировичу, психологу, научный руководитель проекта «Чувство покоя». Можно вопрос Александра Георгиевича? Александр Георгиевич, спасибо за вашу реакцию. Краткий комментарий. Мы с коллегой, понимая важность интеграции в системное и постоянное и школьное, и вузовское образование, программ, которые как раз формируют правильно и трезво, и здоровый образ жизни. Написали целый учебник. Вот издательство просвещения, его через месяц уже издает. Это полноценная книга. Так и называется «Траектория личного качества жизни». И мы с коллегой сейчас проводим огромную работу над тем, чтобы он был внедрен, начиная с 8-9 класса в стандартное школьное образование. Сначала Москвы, затем всем остальным. Но нам нужна поддержка, и мы ищем единомышленников, которые могли бы это поддержать. Потому что мы, в общем-то, частная компания, которая вот эту работу сделала. Учебник издается издательством просвещения, но какие-то наши шаги, они эффективны, какие-то нет. Может быть, есть какая-то форма содействия или помощи внедрения вот этого учебного курса в стандартное образование как математика, как русский, как литература. Вот все, о чем мы сегодня говорили, уже изложено в книге. Причем книга, она не просто книга «ЗОЖ, будь здоров», она именно формирование здорового образа жизни и привычек, правильных путем цифровых технологий. Знаете, сегодня только как раз ехал сюда, и по радио обсуждали тему о введении нового предмета, здорового образа жизни в школах. Значит, понятно, что мы с вами прекрасно понимаем, что любая искусственно насаждаемая дисциплина, она должна раздвинуть уже реально сформированную дисциплину. За счет чего? За счет русского языка, литературы, за счет физкультуры во многих школах отменили, заменили ее тоже здоровому образу жизни. Но бред с ее кобыл. Что такое здоровый образ жизни? Это движение. Когда мы меняем, так сказать, движение на разговоры, это, конечно, уже не то. Поэтому, если в рамках вот этого нового курса, может быть, пригодится ваша тема, потому что, в принципе, я говорю, что школа настолько забита программами, что для того, чтобы внедриться в учебный процесс, нужно что-то убрать. Русский язык из последних классов убирают уже. У нас вот опера приходили, писали, так мы сидели, выправляли документы все, так сказать, потому что они с высшим образованием, без среднего, да, вот они как бы приходят, документы, да, 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 просто я ставил, как раз ставил двойку и отправлял переделывать, понимаете. Поэтому вот тут надо очень четко, грамотно посмотреть, куда внедрять. Может быть, в какие-то другие, в специальные школы, что ли, да, вот где зависимость. Потому что просто так навязывать, и могут со мной многие согласятся, мы очень часто работаем, осуществляем ковровые бомбардировки, мы пытаемся работать по всем одинаково. И те, кто есть склонность к зависимостям, и те, у кого зависимостей нет и не может быть по определению, да, а мы ко всем одинаковыми стандартными подумаем. Поэтому вот тут надо подумать, куда его внедрить. Но если вот здоровый образ жизни будет, может быть, вы уже прямо можете предложить то же самое Министерству здравоохранения, кстати говоря, пытается вести. Оно на стыке здравоохранения и образования. Вот, вот они как раз, Скворцовый ходит. Я прошу прощения, у нас заканчивается конференция, мы сейчас немножко ушли в сторону. Давайте слово предоставим, выступающий. Уважаемый президент, тема сегодняшней конференции – вызовы современности. А наркомания является серьезным вызовом современности, и на этот вызов нужен дать ответ. Уже говорили об этом. Сегодня главная задача – это профилактика. То, что мы сегодня обсуждаем – это профилактика зависимого поведения. И здесь, надо сказать, много неоднозначного. Поэтому высказана здесь неудовлетворенность результатами, которые есть. Я попытаюсь поделиться своими мнениями, поскольку занимаюсь зависимым с 1987 года своим видением профилактической работы. То есть какие вопросы на сегодняшний день требуют ответа? То есть нужно искать новый подход, не отказываясь от предыдущего, но новый подход. В чем суть? 20 июля 2010 года вот в этом зале Государственный наркотический комитет проводил деловую игру. Называется она «Мониторинг наркотической ситуации». Заместитель руководителя Государственного наркотического комитета господин Маняткин попросил высказать свое мнение по профилактике специалистов. Я им задавал один и тот же вопрос. Трем выступающим задал один и тот же вопрос. Цели профилактики. И получил на них три разных ответа. Один из них звучал так. Как можно дальше отсрочить знакомство молодежи с наркотиками? Это сказал заведующий кафедрой наркологии Института повышения квалификации. Сегодня у нас точно такая же картина. В том смысле, что четкого понимания, каковы цели профилактики, нет. Мы даже о них не говорим. Два года назад я выступал на этой конференции. Здесь же говорил о том, что для того, чтобы понять, какова цель профилактики, нужно ответить на один единственный вопрос. Что мы хотим получить? Сегодня, когда мы слушаем выступление, предотвратить, не допустить – это не цель профилактики. Мы хотим получить в результате наших профилактических мер один единственный результат – поведение. Какое поведение мы хотим получить? Хотим получить трезвое поведение, которое как раз и не допускает употребления ни алкоголя, ни наркотиков, ни много чего другого. Но это трезвое поведение. А трезвое поведение обеспечивает только один единственным способом – организацией мышления. Организация мышления либо обеспечивает употребление алкоголя, табака, наркотика, либо обеспечивает трезвость. Поэтому целью профилактики должна быть трезвое поведение. А объектом профилактики – мышление человека, чтобы сформировать его трезвое мышление. Собственно, все меры, которые здесь обеспечивались, обозначались, на это и направлены. Но для этого надо изучать не то, как человек становится наркоманом или алкоголиком, или становится зависимым. А нужно изучать, как он становится трезвым. А вот этого никто не делает. Мы, наша инициативная группа, организовали такой опрос. Подростков выяснить, почему они трезвые вот в этом мире-то. Эта работа сейчас началась в Москве и в Перми. Вопросник, пять вопросов, всего-навсего, вот эти. 20 лет молодой человек объясняет. Трезвость – это норма привита с самых ранних лет в детстве. Ситуация, в которой возникла мысль, что нужно жить трезво. Я всегда жил трезво, то есть в семье это было. Что за мысль, которая сохраняет эту трезвость? Моя трезвость сохраняется всесторонне, рассматривая вопрос пагубности. Четвертый. Кто из ближайшего окружения поддержал вас в том, чтобы жить трезво? Вся семья поддержала. И человек спокойно поддерживает трезвость. То есть у нас нет проблем. Оказывается, в этом мире, где алкоголь, табак, наркотики, человек сохраняет трезвость. Вот пример, чего нужно изучать. В этой связи еще возникает вопрос с точки зрения профилактики. Это информация. Как мы ее подаем? Рассмотрим на простом примере. Медицинская наука хорошо знает, что такое алкоголь. Уже в энциклопедии занесено. Это нейротропный яд. Никакой не пищевой продукт. Вообще он не подпадает ни в какие характеристики. Давайте ответим теперь на следующий вопрос. А врачи как? Употребляют алкоголь? А они употребляют табак? Значит, проблема не в информации, а проблема в том человеке, который принимает эту информацию. Является ли эта информация, организующая его поведение? Оказывается, нет. Более того, вот моя практика более 20 лет работы с наркоманами, реабилитация, показывает, что все не знают, что такое наркомания. Все знают, что это наркотики, но, тем не менее, приходят к употреблению. В чем вопрос? Вот эти вопросы, которые требуют ответа. Я предлагаю инициативу проявить в Бауманском институте и создать методический семинар для ответа на эти вопросы. Которые еще есть вопросы, которые требуют ответа на эти вещи. С тем, чтобы люди, не только люди, обличенные государственными обязанностями, но и инициативная общественность, смогла бы высказать свою позицию. Для чего? Для того, чтобы выработать единство понимания. Что такое профилактика? Цели профилактики? Как мы это будем добиваться? Одно еще замечание. Вот когда я вам показывал этот листочек, это говорит о том, что система профилактики не может быть построена единовременно. Когда мы вышли, прочитали лекцию. Это система, структура, которая должна работать обязательно. И последнее. Один из вопросов, который необходимо рассмотреть на подобном семинаре. Это эмоции. Человек испытывает же эмоции. Она включена в процесс, в его поведение. Я наблюдал много людей в своей практике, которые честно говорили. Я точно знал, что никогда не буду наркоманом, глядя на все его окружающее. Я говорю, тогда в чем же дело? Почему ты уже третий год употребляешь наркотики? Он говорит, сорвался. Почему? Объяснить не может. Вот эти вопросы, которые требуют ответа, необходимо рассмотреть. Я готов принять участие, наша группа готова принять участие в этой работе. Спасибо. Владимир Владимирович, спасибо огромное. Мы давно работаем с программой «Чувство покоя». Наши некоторые студенты прошли через эту программу. Спасибо огромное за ваш труд, неоценимый. Уважаемые друзья, я подвожу итоги сегодняшней конференции. И от себя скажу, что каждый из нас, в принципе, это нечто среднее между пятью вашими самыми близкими друзьями. Обратите внимание, кто ваши друзья, в каком кругу вы живете и общаетесь. Вот такие вы и есть. Мы на самом деле часть информационного потока. В нас много информации входит. Но всего лишь 15% все, что входит, этим мы пользуемся, этим сформировано наше мышление. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя информация была частью этого процента, который бы руководствовался к действиям каждым из нас. Антон Анатольевич, если позволите, в завершение. В завершение, что хочется сказать, действительно, сегодняшняя наша конференция, она получилась итоговая по результатам. Огромное, огромное, огромное-огромное спасибо выступающим, что откликнулись и приняли участие. И такие глубокие, цельные выступления, в то же время емкие, короткие, но емкие, по сути своей. Огромное вам спасибо. А слушателям сегодняшнего нашей конференции, что бы хотелось сказать. Вот на таком коротком примере, а слушали, вот уж в этом зале практически все, вы должны понять, вот вам иллюстрация сложности этого мира, окружающего нас, сложности тех проблем, соответственно, сложная и многоаспектность путей решения задач, стоящих перед нами. И чтобы всего в этом разобраться, необходимо быть специалистом. Ваша задача быть предметниками. Если вы хотите в чем-то высказывать свое мнение, вы должны глубоко знать этот предмет. И посвятитесь время нахождения в стенах своих учебных заведений познанию мира, познанию предмета. И сегодня вы также должны были увидеть и понять, что, в принципе, надо начинать, это о лестницах и о лифтах, начинать надо с малого. Вот попробуйте начать обсуждать прозвучавшие проблемы сегодня, да, проблемы, беспокоящие вас в своем кругу, в своем маленьком социуме. Не надо каких-то отвлеченных проблем. И там дискуссионные клубы, клубы парламентских дебатов. Обсуждайте проблемы, беспокоящие вас, ваш социум, ваше общество. И тогда, смею вас уверить, ваша аналитика, будет она год от года расти, и она будет к концу, по ростам вашего становления, она будет более востребована и востребована. И тогда можно уже вопрос ставить о том, как и кому она может быть пригодится и за хорошую цену. Поэтому, ребята, еще раз, что вы должны из сегодняшней конференции вывести. Научитесь думать. Мир сложен. Не давайте себя с вами манипулировать. Думайте, думайте. Прежде чем что-то сказать, что-то сделать, тем более что-то сделать. Поэтому, всего вам хорошего, спасибо за участие, до новых встреч, надеюсь. Спасибо. На этом конференция закрыта. Счастливо всем пути, успешных сдачи экзаменов и так далее. Не забывайте вещи, микрофоны поставьте прямо, которые вы загнули. Просмотрите вокруг себя, никто ли не оставил вещи.